Организаторы 43-го по счёту ралли-рейда Дакар раскрыли подробности маршрута грядущей гонки. Напомним, с прошлого года легендарный марафон целиком проводится внутри Саудовской Аравии. Протяжённость маршрута со стартом из города Джидда составит почти 8 тысяч километров, больше половины из которых придётся на спецучастки. Притом, учитывая критику участников, организаторы сократили длину и количество быстрых отрезков. Теперь, чтобы преодолевать преграды, гонщикам придётся уделять больше внимания технике вождения и навыкам навигации. Так что следить за результатами рейда, который стартует 3-го, а финиширует 15-го января, будет интересно. Главными звёздами от России традиционно станут экипажи команды КАМАЗ-Мастер. Их конкурент, белорусский коллектив МАЗ-Спортавто, в этом году отправляется на Дакар усечённым составом на двух грузовиках. В отличие от главного ралли рейда планеты, другой крупнейший марафон Africa Eco Race всё же был отменён. Объясняя причины этого решения, бессменный организатор гонки Жан-Луиш Лессер лишь отметил, что есть вещи за гранью нашего контроля. При этом на состязания, которые ежегодно проходят по маршруту классического Дакара, успели заявиться несколько десятков гонщиков. А точнее, 62 мотоциклиста, 42 экипажа на внедорожниках и багги, а также 13 грузовиков. Всем заявившимся спортсменам вернут их взносы. Хотя немалая часть команд и частников согласилась, чтобы организаторы зачли эти деньги за следующий старт. Из песков и барханов перенесёмся на асфальт. В новом сезоне «Формулы-1» Россию будет представлять как минимум один гонщик. Никита Мазепин подписал многолетнее соглашение с американской командой «Хаас». О напарнике Мазепина известно давно. Второе место займёт Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера. Притом для россиянина представитель именитой династии является серьёзным конкурентом. Напомним, в общем зачёте «Формулы-2», где сейчас выступают оба пилота, перед последним этапом сезона Мазепин значится третьим, а Шумахер первым.